Тур получился на самом деле очень интересным. Прежде всего, двумя победами этого дня Новокузнецкий СИП «Транзит» в одночасье вклинился в тройку лидеров. И тем захватывающие будут последние матчи чемпионата, которые планируется провести в Кемеровском губернском центре спорта. Первое изменение на табло произошло в середине первого тайма. Футболисты в черной форме получили право на штрафной. И хотя расстояние от указанной судьями точки до ворот было не таким уж угрожающе минимальным, но удар Дениса Петровского и ряд ракошетов не позволило Дмитрию Овчинникову устранить угрозу. Через пару минут новокузнечане празднуют второй успех. Их вратарь Вадим Заугаров, дальним забросом мяча в штрафную Ленинскузнечан, находит Максима Чевелева. Последний, приняв мяч на грудь, сбросил его на набегавшего Максима Панова. И нападающий распорядился им достойно, поймав на противоходе нашего стража ворот. Отыграться, а вернее сократить счет, Сойку Сбас смог за три минуты до перерыва. Николай Ускоев, показав индивидуальное мастерство, хитроумными финтами освободился от обекунов и с разворота поразил цель, отправив мяч практически в девятку. А вот вторые 25 минут встречи получились безголевыми. Как ни старались игроки обеих команд попытать счастье у чужих ворот, но голкиперы сыграли безукоризненно, не огорчив больше своих одноклубников. Правда, один стопроцентный шанс у футболистов Сибтранзита во втором тайме все-таки был. Исчерпав лимит по разрешенным правилам и нарушениям, за две минуты до финальной сирены, Сойковцы допустили шестой фолл, который уже карается футбольным пенальти. Реализовать его взялся капитан новокузнечан Михаил Филюков, но его мощнейший удар отразила боковая стойка ворот. В заключительном матче дня на площадку вышли команды Сойкусбас и Кемгуун. Забегая вперед, скажем, что итог этой встречи 7-3 в пользу горняков, но об этом подробнее в нашем завтрашнем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok